Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели, здравствуйте Начинается программа Климат-контроль Олег Пеков в студии Радио Болтком Константин Рангс По другую сторону нашей скайп-связи Добрый день, здравствуйте Добрый день Ну и конечно сегодня, как и обычно, мы будем говорить про то, что сегодня самое актуальное – это коронавирус Те вызовы современной цивилизации, с которыми предстоит разобраться И самое главное – это действительно вопрос номер один Сколько было фильмов снято, фильмов там, катастроф, предсказывающих вот что будет, какие ужасы И в то же время вот мы вынуждены с сожалением констатировать, что в принципе люди оказались, и не только люди обычные, но и в принципе люди, представляющие власть Как будто бы оказались неготовыми к такому повороту событий И вот буквально поскреби цивилизацию, и сразу же вылезают какие-то первобытные инстинкты, совершенно какие-то нелогичные страхи Запасаться там туалетной бумагой или какими-то вещами Вот можно ли было предсказать, Константин, вот этот крах цивилизации за какое-то время? Я знаю, что вы даже книгу писали в 2010 году Да, так получилось, что в 2010 году я писал книгу, она называется «Мировая война XXI века» для издательства «Эксмо» российского Вот эта книжка уже разошла, ей что-то не стало библиографической редкостью Но дело не в этом, дело в том, что когда я собирал материал для этой книги, то я столкнулся с тем, что самые разные люди В разных странах я встречался с самыми разными людьми, которые говорили по поводу того, что может случиться в XX веке И практически все упоминали одну и ту же проблему Что нам только кажется, что наша цивилизация очень устойчивая и, в общем, такая могучая Она напоминает велосипедиста, который едет на спортивном велосипеде с большой скоростью, но по шоссе Стоит ему соскочить с шоссе на землю, на пахшню, да, я не говорю про песок И он тут же, его колеса, его велосипеда увязнут, и он упадет То есть вот это повторялось постоянно И одной из причин говорилось следующее Что наше общество построено на примате потребления И естественно, что все, что не помогает потреблению Не помогает, так скажем, снизить издержки и увеличить это потребление Оно все отбрасывает То есть все оптимизируется, чтобы дать большую процент, большую маржу прибыль И вот дальше получалась следующая вещь И посмотрите, что получилось сейчас Что даже в самых развитых странах вдруг оказалось, что там есть нехватка Я уж не говорю про аппараты искусственной вентиляции лег И это масок нет соответствующих Жидкостей не купите для того, чтобы дезинфицировать руки Вы подумайте, что, допустим, где купить, например, жидкость, чтобы дезинфицировать пол в квартире Или, например, купить жидкость, чтобы дезинфицировать свою верхнюю одежду, когда ты пришел с улицы Многие говорят, что нужно дезинфицировать Там вирусные частицы А простите, как это делать? В принципе, тут, с одной стороны, недостаток информации просто к этому не готовили Это отдельное дело А второе, это то, что физически никто не думал, что массе людей неожиданно будет требоваться очень много нужных вещей Которые, в принципе, достаточно просты Более того, ведь мы сталкиваемся с примерами, когда Соединенные Штаты закупили Вот когда только началась паника, эпидемия, закупили огромное количество через подставные фирмы медицинских масок Которые вывезли через военные базы, я понимаю, самолетами в Соединенные Штаты Америки И итальянцы сейчас обвиняют американцев в том, что им нанесли удар в спину Вот в самый разгар эпидемии они, ну, просто получилось так, что скупили все маски Которые могли бы пригодиться итальянскому населению Тут вот есть, смотрите, какая интересная вещь Вот, Олег, вы начали очень интересно беседу со слов о том, что сколько раз, сколько было фильмов Вы посмотрите на эти фильмы С точки зрения кинематографии Вирус или там, не важно, бацилла, штамм какой-то бациллы Он должен быть ужасным совершенно по своему производимому действию В фильмах, да, люди превращаются прямо в какие-то кошмарные такие студенистые Они умирают, разваливаются буквально на ходу Но дело, и все это происходит стремительно вот прямо сейчас Но дело все в том, что с точки зрения, так скажем, гражданской обороны И с точки зрения эпидемиологии Когда все так происходит, это как раз, это жестоко Но это самый простой вариант То есть, понятное дело, что если человек покрывается какими-то пятнами Значит, его все, его нужно изолировать Вот, вылечит и вылечит другой вопрос Понятно, что изолировать надо Если все это быстро происходит И сегодня вот у него пятна появились То можно сказать, кого вы встречали в течение последних суток Ну вот, все легко, двое суток люди помнят Вот имена явки Все, этих людей уже можно заранее изолировать Сделать анализы, выяснить, есть ли это инфекция Если она есть, то можно уже начать лечение И, кстати, оно будет эффективнее, достаточно эффективнее Это, но для кино это красиво А в практике это не так страшно То, что сейчас случилось, никто себе и представить себя не мог Люди могут пять дней ходить без признаков Шею, неделю, две недели практически Или что-то там покашливает Кто-то там еще что-то с ним жалуется на что-то И он является разносчиком инфекции А потом выяснилось, какой троянский конь страшный Дети, внуки пришли к бабушкам, дедушкам И все Вот я не помню, что были фильмы, где, извините меня Вот именно любимые внуки и внучки Оказывались самой страшной угрозой человечества Старшая его часть Но мы сейчас видим Олег, вы знаете, вы постоянно много лет изучаете эту тему Может, вы не оправдаете, но я не помню таких фильмов ужасов Ну, разве что там Дети кукурузы, где сами дети были источником Как раз-таки, ну вот по Стивену Кингу, источником зла Но мы ведь буквально сегодня, вот вчера, сегодня читали новости о том Что Лев Лещенко, который оказался, ну подтвердился у него диагноз коронавирус Оказался разносчиком, потому что он две недели не провел в карантине Прилетев из Америки Он тут же отправился, во-первых, на день рождения сестры Игоря Крутого Где был весь, значит, цвет богемы российского шоу-бизнеса А потом принимал участие в программе у Андрея Малахова Где, опять-таки, были у Купник, Хазанов, Рубальская То есть, ну вот, сидел в непосредственной близости за столом И сейчас просто все гадают, сколько людей могут оказаться вот в этой зоне риска Известных людей Ну вот, вот уже, как говорится И, с другой стороны, я тебе абсолютно уверен, что очень многие радиослушатели Очень многие зрители Они же сразу могут сказать Ну да, этим известным людям для них и аппараты искусственного дыхания Вот эта вентиляция легких будут, да Их всем обеспечат А нам что делать? Вот прошло сообщение, что есть японское лекарство, да Которое показало себя, вроде бы, в Китае очень неплохо для лечения И, опять-таки, часто же такое уже было во всяких телевизионных шоу Вспоминали Этому, на моему другу, известному режиссеру Нужно было лекарство Оно только за границей Его быстро созвонились Привезли, доставили там Все Вот, спасли человека Правильно Вот этого, этого человека спасли А что делать с десятками, сотен тысяч Не столько, скажем, знаменитых людей И вот это, кстати, еще одна очень важная вещь Этот конфликт, он вызывает напряжение Социальное напряжение в обществе Такое, которое пострашнее Когда просто человек ездит на Бентли А вы ходите пешком или на старенькой машине Ну, завидно, конечно У него такая Или, допустим, Голлс-Ройс еще какой-нибудь Да, ну, хорошие машины, собственно Вот, статусные Хочется Вот Но когда возникает вопрос совершенно другой Подключат вас к аппарату Или дадут вам таблетку Или вам не дадут таблетку Поскольку вы не можете заплатить такую сумму Или вы не столь знаменитые Вот тут-то и начинается уже Самый страшный конфликт И вот я так подозреваю Что вот во мной в европейских странах Как раз об этом-то и думаю Чтобы как-то мобилизовать ресурсы общества Чтобы вот до этого конфликта не дошло Ну, во всяком случае Вот известный факт, что Ольга Курыленко Актриса, там, девушка Бонда Когда она пришла с коронавирусом Была доставлена в больницу Она сама приехала в больницу Ее отправили домой Ей сказали, что вы слишком молоды Вы сможете перенести это на ногах У нас есть более тяжелые пациенты Которым будет больше нужна помощь, чем вам То есть, несмотря на то, что она Ну, звезда фильмов о Джеймсе Бонде Известная актриса Здесь вот проявили медики принципиальность Ну, вот, как говорится Это говорит о том, что медики проявили принципиальность Вы можете выдержать Но дело все в том, что ведь в разных обществах Существуют разные подходы И вот эта история с коронавирусом Она просто, знаете, как под лупой Становится понятно, что Так скажем, менталитет условно Вот этот, да, над которым иронизировали Какой там может быть менталитет В условиях глобализации Вся эта глобализация слетает мгновенно А менталитет остается И если китайцы Это люди, которых ведь не случайно В свое время Еще, по-моему, в начале 20-го века Англичане их называли Даже в 19-м веке Китайцы — это немцы Востока Вот их организованность Сказано сидеть дома Вот они сидят дома Организованно Вот эти люди опрыскивают Селестничную клетку Здесь вроде человек записывает И щель ему дают Какие продукты им надо Все сделано Привезли пакеты дали Пакеты взяли Люди сидят В масках ходят Даже чуть ли не дома Вот, 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 понимаете Вот система И они не задаются вопросом Который очень характерен Например, для людей Постсоветского пространства Особенно из так называемой Думающей публики А нужно ли нам Одевать эту маску Вот известный доктор Сказал, что не нужно Одевать эту маску А может быть Не надо там делать Один говорит Нужно делать ингаляции Другие не нужно Вот Я посчитал Это не страшный вирус И вот Знаете, процент взял Вот, понимаете Это очень характерно Для нашего менталитета Вот А, например Или для итальянского Например Самых финнов Да, вот И поступят Обратно Другой ситуации Раз сказано Значит сказано Вот Инструкция Все Под козырек И пошли Строим Вот Тоже, правда, не все Но, во всяком случае Большая часть Будет себя так вести У нас есть Поэтому, мне кажется Мы увидим Еще чудеса У нас есть звонок Телефонный Здравствуйте, пожалуйста Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Вот хочется спросить А где же Олег И где же Готскал под Ригой Вот касается Сейчас любых Арендных отношений Земельных отношений Вот конкретная помощь Но чувствуется Они честь имеют Ох, имеют Еще раз имеют Они ее Да Спасибо Я так понимаю Это оборот Это еще одна Как бы Грань этой ситуации Это экономика Разумеется И ясное дело Что с одной стороны Как бы Ограничивая Передвижение Движения Людей С одной стороны Это как бы Дело полезное Нужное А с другой стороны Экономическая модель Разрушается Мы же строили Вот эту модель Свободной Рыночной экономики Вот Которая Абсолютно Не приспособлена Вот К чрезвычайным Ситуациям Когда По сути дела Мы сейчас же Влетаем На полном ходу В общество Распределения Вот еще Дайте Действительно Как в неюевропейских Странах Закройте Свободное Посещение Магазинов И дальше Начнется Уже что Начнется Система Система Пайков Да Я попытался Выяснить Как я мог Быть По причине Своей грузности Своего диабета Не ходить В магазин А заказать Доставку Товаров На дом Это как говорится Не прошу милости Заплатил Купил Вы только Поднимите На пятый этаж Ну без лифта Вот Там вода Нужна То все Пято-десято Так вот Выяснилось Купить Заплатить Можно А вот Получить Доставку Оказывается Огромная Очередь О То есть Настолько Большая Там куда-то Уходит За пределы Их Системы Вот То есть Получается Очень интересная Вещь Сколько надо Ждать Ну у меня Получается Неделя Ну то есть Предел Допустим Самая У системы Предел Понедельник Все До понедельника Все красно Вот И вот Начинается Интересная Вещь Ведь Для того Чтобы Людей Как-то Обеспечить Доставку Следовательно Нужно Разработать График И тогда Получится Нормирование Каждый Человек Сможет Сделать Не более Условно Одного Заказа Тебя Ну так Или Допустим В четыре Вот они Вот Получаются Условно Говоря Вот эти Условные Виртуальные Талончики Ну естественно Рулон Туалетной бумаги Например На неделю В одни руки Сразу Чтобы Не было Дефицита Ну и Вот И дальше Это Это дальше Если Смотрите Если Всяк Все Будет Сжиматься Рынок Да Будет Сжиматься Производство Бизнес В условиях Рыночной Экономики Не может Существовать Потому что Он не заработает Денег Значит Кто-то Либо Государство Должно Этому бизнесу Какие-то Деньги брать А из какого Кармана Если карман Государства Это налоги То нет Работы Нет налогов Замкнутый Круг Что-нибудь Непонятно То есть Получается В условиях Условно говоря Директивной Экономики Условно говоря Советская Преславутая Или допустим Она в известной Мере Регулируемая В том же Китае Там это Гораздо Проще Решается Там просто Можно Каждому Положен Мешок Мешочек Гречки Булка Пакет Стерилизованного Молока На неделю Вот пожалуйста Но ты его Помощил Да И получается Вот Константин Интересная вещь Получается Что более Тоталитарные Страны Они Лучше Приспособлены Для того Чтобы перенести Этот вирус Ведь Недаром Сейчас даже Некоторые врачи Говорят о том Что вот Я не помню Речь шла Про Северную Корею Или про Китай Но вот Приезжала Передвижная Значит Ну какая-то Лаборатория Где нужно было Делать тесты Ну это не было Связано еще С коронавирусом И врач говорит Меня поразило С местной старостной Глава администрации Собирает все население Тут же на площади Все выстраиваются В очередь Все без исключения Проходят через это Ну там какая-то была Проверка Необходимые тесты Машина уезжает Нет такого Что нужно бегать за каждым Кто-то пришел Кто-то не пришел Все четко Ну и он говорит Что вот эта система Как бы это не страшно звучало Она больше приспособлена Для чрезвычайных ситуаций Вот в том-то и дело Тут очевидно Можно сказать Такую вещь Что для нормальной жизни Гораздо лучше Эффективнее Гуманнее Эта система Свободной Инициативы Основанная на свободной Инициативе Частного предпринимательства Рыночная система Она обеспечивает И многообразных услуг Товаров И это действительно так Но в условиях Вот такой вот Ну Такой Нужно, чтобы включались Какие-то другие механизмы И вот эти Другие механизмы Они должны быть отработаны Но чтобы они были отработаны Ими нужно заниматься Условно говоря В тихое мирное время Ну Когда нету Никакого коронавируса Условно говоря Я думаю Что одно из следствий Этой Этой Эпидип Этой пандемии Вводит то Что на достаточно Долгое время Появится Вот это ощущение Что беда Может появиться Быстро В течение Месяца Полутора И что к этому Нужно быть готовым Заранее Появятся Какие-то Очень интересные Появятся Четно Работанные Протоколы Действий Как действий И я согласен С теми авторами Которые говорят Что сейчас Например Даже в демократических Странах Очень многие Представители Власти Они с завистью Смотрят на Коллег Из стран Авторитарных Где многие Решения Можно провести Ну не связываясь Их с Длинной Сложной Демократической Процедурой Когда счет Может идти На часы Понятное дело Что Авторитарный Управитель Может взять И принять Решение Условно говоря Вывести армию На улице И начать Всех там Как говорится Ловить Он может Это сделать Он может Сделать то Он может Сделать это А допустим Демократическим Нужно будет Провести Совещание Должен собраться Парламент Будет дискуссия Не нарушение Это конституции Да 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 Вот например В Финляндии Ведь очень хорошая Фраза была Сказана Несколько дней Тому назад Дело все в том Что в Финляндии Большая часть Заболевших Находится В столичном регионе Подавляющая Часть И возникла Идея Что не всю страну Закрывает Да Вот А вот именно Центральную часть Столичный регион Ну это логично Потому что Условно говоря Ну зачем Закрывать регионы Где Районы где вообще Никого Нету Больных И там легко Все высчитывать Потому что народу Мало Так вот Выяснилось Что проблема При существующей Системе Демократической Финской Выяснилось Что это проблема Быстро принять Решение Поскольку Это нарушение Целой кучи Прав и свобод И расширение Прав полиции Которых До того момента Не было Так вот Потребовалось Несколько дней Шла работа Юридическая Чтобы все Согласовать Подписать Принять нужные Решения Соответствующим Образом И вот оно Свершилось Провинция Столичная Провинция Она Как бы Изолирована То есть В условиях Другого Государства Я так думаю Той же самой Россия Китая Сингапур Там такое решение Может быть Преняли бы В течение Пары часов И все И дальше Что называется Полиция И армия Вышли бы на Стали обустраивать Контрольно-пропустные Другое дело Что Ведь Есть одна Очень важная Момент Что очень легко Поставить контроль Очень легко Поставить КПП А потом Очень тяжело Их снять Потому что Как говорится Управляющие Управленцы Входят Во вкус Можно Быстро И легко И без всякой Вологиты Так скажем Решать Всевозможные Проблемы Я думаю Что Это Тоже я с этим Сталкивался Еще когда Про эту книжку Писал Вполне возможно Что в случае По вот такой Глобальной Какой-то Катастрофы Наше вот это Казалось бы Необратимое Движение К расширению Прав и свобод Отдельной личности Натолкнется На такую вещь Как Права Популяции Ведь уже не случайно В интернете И в США По-моему Эта новость Была Говорили О том Что Будет происходить Так скажем Селекция больных Каким образом? Ну Тяжелых Которым Практически Невозможно Помочь Или очень тяжело Их просто Так скажем Будут снимать Болевые Этот самый Ну Ощущения Ну да Ощущения Да Вот И позволят Им уйти По крайней мере Без боли А вот те Которые Значит Будут Легко Больные Значит Тем дадут инструкции И вы лечитесь Сами А вот Так скажем Средней тяжести Вот за них Будут бороться Сосредоточиться Но опять же Вот Приоритет будет У людей Молодых Там у которых Маленькие дети То все Пято-десять То есть Получается Эйджизм Ну то что Называют в либеральном Обществе Эйджизмом Сейчас Ну это даже Не столько Эйджизм Там же Дело все в том Что ведь Как выяснилось И молодые люди Могут заболевать Тяжело И они тоже Умирают То есть Дело в том Что Человек-то помирает Не сам по себе От возраста Там вирус Не любит Цифру 70 Примерно Да А потому что У человека Могут быть Так скажем Сложные Хронические Заболевания Как мы знаем Диабетики Сейчас могут Быть 20 лет Знаете И сердечники Как говорят Инфаркт Там И молодень Да И сердечники В 30 лет Вполне Вводят Да А я уж Не говорю Про какие-то Патроны Вроде бы Вроде бы Вот как говорят Что 80% Что Вообще Болезнь Легко Перейдет На ногах Да Это Смотрите Представьте себе Такой барабан С 10 патронами Барабан С 10 гнездами В котором Два патрона И один Сколько будет Желающих Щелкать Увес Да Да Дух Много Потому что Так это все равно Страшновато И вот это Причем Совершенно Непонятно На кого Нападет Ведь Когда Сообщают 94-летняя Бабушка Или там Статрат Летняя бабушка Переболела И вылечила А 16-летняя девочка Вот во Франции Вчера умерла К сожалению Вот Тут такие были тоже Печальные данные Вот И опять Тут нужно понимать Что Тут не возраст Может влиять А вот Непонятные Какие-то вещи Что-то связанное С генетикой Человека Почему Вирус атакует Именно эти клетки У этого человека Еще до конца Не ясно Он же новенький Абсолютно И вот я думаю Что вот это Вызывает С одной стороны Страх С другой стороны Это будет Вызывать Вот это вот Стремление Максимально Изолироваться Закапсулироваться Смотрите Два месяца назад Мы помнится Делали программы И говорили О том Что Какой интерес К общественному транспорту Во всем мире В разных странах Ну и где сейчас интерес К общественному транспорту Его нет А машина Какая бы она ни была Вонючая Дизельная Бензиновая Электрическая Это важно Это ваша машина Вы сидите там Один Или там С близкими людьми С семьей И это ваш мир Вот И В этой машине У вас гораздо меньше Шансов Подцепить инфекцию Чем если вы сядете Опять-таки В автобус В колейбус Или в самолет Вот это Очень важный момент Вот Я думаю Что мы Как раз Находимся В самом начале И Мир может уже Как говорится Как вот сказано Никогда не будет Ну и интересно Что сколько шутили Вот в свое время Мы-то с вами еще помним Талонную систему В Советском Союзе Когда по талонам Можно было получить Ну и шутки ходили Чай будете пить с сахаром Руки мыли Мыли с мылом Значит чай пьете без сахара Когда приходят гости Все было по талонам Практически все Все товары были И дефицитом И сейчас Соединенные Штаты Америки Казалось бы Страна изобилия Тоже сталкивается С пустыми полками И вот буквально В шаге от того Чтобы вводить Какие-то талоны Карточки Потому что Людям кажется Вот начинается паника Что если чего-то Может не хватать Надо значит Запастись заранее А экономика-то Рассчитана на то Чтобы ну примерно Вот прикидывать Сколько человеку надо в месяц Сколько он обычно Всегда покупал Зная что в любой момент Он придет в магазин И там будет стоять Не знаю Там гречневая крупа Туалетная бумага И что-то еще Ну ведь это очень Интересная вещь Что за последние 20 лет Даже больше немножко И с развитием Электроники Вот этой Кибернетики Возникла такая ситуация Что в известной Мире даже частная Вот эта вот Как говорят Рыночная экономика Стала в известной Мире плана Вы посмотрите Каждый раз Когда проводится Через сканер Тут шпип Сразу в компьютерах Происходит информация Условно говоря Туалетная бумага Такая-то За такую-то сумму Куплена И уже Буквально Через секунды Минуты Уже становится Известно Сколько в этой стране Куплено За сегодняшний день Или с какой-то Акенсивностью Покупается Туалетная бумага Вообще И конкретные Марки в частности По какой цене Все Дальше уже Подключаем Могут подключаться Системы Искусственного Интеллекта Которые четко Определят Что условно говоря Для того Чтобы Обеспечить Туалеты В Латвии Туалетной бумагой Нужно Произвести Столько-то Столько-то тонн Туалетной бумаги И не нужно Производить Больше Туалетной бумаги Потому что Ну вряд ли Ее кто-нибудь Использует В обозримом Промежутке Искусственный Интеллект Не понимает Что такое Паник И вот уже Все Люди Начинают Скупать Туалетную бумагу Потому что Они помнят Что 30 лет назад Ее не было Или слышали О том Что ее может Не быть Потому что Слуки расходятся И все С этим Все заканчивается Вот То есть В принципе Надо понять Что нужно Было Может быть Иметь Стратегические Запасы Например Стратегические Запасы Спирта Почему Сейчас У нас Проблема С этими С Дезинфекторами Для рук По идее Это самая Простая Штука Это спирт Казалось бы Спирт Для того Чтобы дезинфицировать Руки Его уж Можно Прошу прощения Производить Из дерьма Главное Чтобы в нем Сахара Были Знаете Как это было Кто сдает Продукт Столичный Тот питается Отлично Ну не питаться Не питается Но руки Мыть Мог Быть То есть Условно говоря Почему Проблема С этим Но Я полагаю Что в принципе Вот к чему Мы приходим О том Что нужно В жизни Иметь постоянно Какие-то Аварийные Сценарии Отрабатывать И быть готовым Типа знаете Как вот В море Моряки Они В общем-то Большинство судов Ходят И пожаров Допустим На них нет Или если Бывают Их быстро тушат Почему Потому что И конструкторы И сами Мореходы Они постоянно Об этом думают Что на судне Может случиться Пожар Я 15 лет Был связан С морскими И с морской геологией Ходил В разных морях Я точно Сам знаю Что пожар На борту судна Был один прецедент Страшная вещь Поэтому мы регулярно Занимались Учением То есть Мы должны Привыкать К тому Дай бог Пережить Этот коронавирус С наименьшими Потеями Но вообще Нужно понимать Что впереди Могут быть Еще какие-то Большие Неприятности И новые Вирусы И условно Гастероид Упал Или там Еще что-то Завелось Но нужно понимать И нужно К этому Готовиться Рано или поздно Что-то Обязательно Какая-то Зараза Ну а Вот этот Самокат Как простое Средство Передвижения Может быть Не такое Дорогое Все-таки Как и автомобиль Более доступное Но сейчас Стало таким Популярным Да Это Это Одна из сторон И я говорю Что мы можем Увидеть Что Даже само Понятие Транспорта Через Спустя год Может совершенно Уже по-другому Восприниматься Транспорт Хорошего Эффективного Во всех отношениях Скажем Соответствующего Реалиям Жизни Ну что же Спасибо большое Это была программа Климат-контроль Константин Рангс На связи С нами По скайпу До встречи В следующую Пятницу Всего доброго Будьте здоровы